здравствуйте дорогие друзья я рад вас вновь приветствовать на своем канале и сегодня речь пойдет у нас с вами о книгах и не просто книгах а я считаю такие наши шедевры и так почему я решил снять этот ролик и о книге пойдете речь дело в том что сегодня я был у одних людей было кое-что там помочь им значит и они показали мне вот вот эти книги причем это не все там еще очень много книг и я должен еще буду поехать перебрать там посмотреть вот это что было сверху буквально в коробках они собираются эти книги вообще были уже и судьба определена они должны были отправиться на свалку когда я гляну на эти книги я поверну что эти книги нельзя выбрасывать на стол если вам надо мы заберите просто так коробка там в ангаре лежат или так давайте посмотрим шедевры живописи музеев ссср искусство древней руси искусство возражения выпуск 1 представьте себе вот откроем госзнак москва 1974 год она новая друзья она новая допустим вот икона благовещения борис игре то есть живопись данная как раз книги здесь иконы вот вот троица рублева видите троица рублева знаменитая и так это первая книга вот выпуск 1 дальше такая же шедевры живописи музея ссср не а вторая тот же год они семьи уже 76 год вот здесь уже не иконы здесь тематика искусства западной европы 17 18 веков вторая книга третья книга этих шедевров 78 год в этой книге представлены уже сейчас почитаем русское искусство 19 начало двадцатого века у нас архив иванович архив иванович куринжи днепр утром и здесь все описывается ой это просто шедевр фасуриков менщиков перед березами книга 4 этих шедевров 80 год здесь представлены у нас тоже западноевропейский искусство 19 начало двадцатого века то есть там русский художник здесь запад дальше картонной коробки подарочное такое камни урала мало хит и смотрите здесь все о мало хите все что с ним связано вот книга 1987 год свердловск среднегуральское книжное издательство здесь история эти камни как где добывали давайте содержание я еще сам только не рассматривал когда увидел и не надо было только сверху гляну все даже не надо было там и такие листать внутри но содержание найти мало хитные кладовые урала здесь значит здесь на блоке считать хроника документы кинокомментарии значит мессорождение малахитные кладовые урала мало хитное дело промышленность и так далее заметки мастеров здесь уже смотрите например вот малахитовый зал зимнего дворца то есть все вот я когда-то был питер да и сахарского собора там я думаю что здесь есть малахитовая колонна в этом сахарском соборе вот малахитовая такая ваза то есть в этой книге все что связано с шедеврами искусства из этого камня это все дорогие друзья собиралась на свалку я спас мы с таких книгами продолжаем дальше смотрите два тома художественное сокровище московского кремля одна книга вот вторая книга по оформлению одинаково но по толщине не разный откроем москва издательство планета 1992 год большой кремлевский дворец и тут код успенский собор это глава колокольни успенского кремлевского собора просто просто шикарные вещи вот одна книга и вторая это продолжаем здесь тоже художественное сокровище московского кремля продолжаем дальше таранков ценные бумаги государства российского и тут вот такая книга там поставите на павлу кому интересно издательство москва-тарьяки 1992 год например первая глава от бумажных денег первым государским облигациям императорского российского правительства вторая глава искусство брать взаимы приза облигацию заем в золоте аренда гармонии киреса возникает кредитора третья глава смена заемки 4-я глава железнодорожные ценные бумаги вот облигации все связано с ценными бумагами денежными денежными знаками из людьми вот которые к этому имели отношение 10 акций 250 рублей каждая образец и это про все тут просто от мать-мущая все специальные бумаги рассказы история время когда там ходила выпускалась тогда дальше следующая книга пушкинский петербург 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 и пушкин все что их связывало поэзия пушкина о петербурге и так далее издание девяносто первом году издана пример вот такая картина связана с пикером просто шикарно дальше книга великая русь славяно-византийский свод толщина этой книги отпечатано смотрите значит история и художественная культура 10 или 17 веков отпечатано в италии по благословению святейший патриарх московской всея руси алексия второго и тут тоже образование литература иконы разные соборы все что касается эпоха ивана грозного все что касается великой руси прочитал у нас 10 17 век 5 лет ведь эта же книга строила кучу денег почему люди эти выбрасывают дело в том что это человек который эти книги всегда надо покупал собирал к сожалению уже умер у него тогда осталось и вот они так и еще одна книга энциклопедии афоризма то есть такая шикарная вещь от а до я в алфавитном порядке вот открыли вот воспитанность и все что воспитанности воспоминания восторг восхищение национальность нация начало начальство потеха потомство потребность и вот тогда посада я не что касается книга великая русь будет не для воскресной школы занимаемся с детьми трех возрастной категории у нас воскресная школа первый класс этот 5 до 7 лет это конечно будет не для них а вот второй класс это у нас 7 лет до 15 и 3 из 15 уже и старше и там до 30 это как раз нам очень приводится что касается пушкинский петербург художественные сокровища московского кемляндр и книг малахит и 4 книги шедевр живописи музеев ссср это будет для моей старшей дочки она у меня художник она еще не знаю что это притарабанить домой вот я сейчас пересмотрел сейчас я занесу дом я нахожусь в помещении воскресной школы и думаю она очень будет рада она потому что она любит художника там интересует это живописи рисует официальные бумаги государства российского я думаю это в мою библиотеку поем вот такие книги чудесные я приобрел просто так без возмезды мне дали которые собирались просто выбросить на свалку и там еще вот я сегодня был там у этих людей там еще на ящиках таких с 10 наверное там эти куча этих книг то есть я еще будет время поеду пересмотрю будет что-то интересное обязательно вам покажу знаете что я хочу сказать дорогие друзья что как по мне не знаю напишите согласны вы не согласны со мной напишите в комментариях что выбрасывать такие книги на свалку это преступление даже если у кого-то да я считаю если у кого-то есть такие книги можно дать просто объявление не знаю там соцсетях там больше даже там какой-то на столб объявлений приклеить бумажник с номером телефона или адрес в этом что так и так отдам просто так отдам эти книги лучше так и люди которые ценят это и понимаешь что это такое это же так это кладезь докладе это сокровище и знаете мне кажется потому что вот говорят сейчас такая молодежь у нас какая ничего и не надо а почему потому что мы не прививаем любовь вот этому у нас современная молодежь кто интересуются малахитом или там художественными сокровищами кита ценности истории никому ничего на трат на кем для современных современного человека такое внушили что уже что было что покушать было держать модные красивые одежки гаджеты и все ешь перевеселись все другого к сожалению вот если что-то надо прививать это писатель придет в воскресной школы я детям покажу эту книгу покажу и все равно у них где-то там у меня что-то останется это зернышко надо сеять а в любом случае она прорастет вот напишите как вы считаете можно выбирать вот такие вещи хотя то я думаю тут можно даже не спрашивать но так потому что знаете многие сейчас отдают предпочтение электронным книгам ну каждому свое я спорю не буду спорить не буду вкусно спорят и каждому как бы что больше нравится но я люблю больше вот такой вариант книги то есть знаете сам процесс да ты берешь книгу кстати сколько людей людей потрудила чтобы она вышла в свет эта книга и ты вот листаешь это даже и листочки переворачиваешь да вот это какое-то священное действие такое что-то один раз обратно и не переживаешь сел аккумулятор не сел есть интернет нет интернета там еще дома себе открыл да конечно на ты там дороги где-то путешествуешь и ты хочешь иметь какая-то там собой какие-то книги там да ты загружил электронную книгу я не отрицаю но такие вещи я считаю выбрасывать это преступление вот такое вот пополнение моей семейной библиотеки и церковной тоже кому было интересно нажмите пальчик вверх напишите свое мнение об этих книгах кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь рады общения с вами рады если вы будете смотреть мои видеоролики а на сегодня всем пока до свидания до новых встреч на моем канале